Добро пожаловать на канал Умелый Терри. Ну что, как говорится, эта песня хороша. Черенкуем снова. Пора сохранять коллекцию. Можно было это делать, конечно, и раньше. И я уже и раньше сделала. Но сегодня хочу немножко поделиться своим опытом, показать несколько успешных способов, которыми я укореняю черенки разных растений. Возможно, что-то вам тоже будет интересно и полезно и пригодится. В первую очередь, конечно, укореняю колиусы, поскольку мне хочется сохранить ту небольшую коллекцию, которая у меня есть. Они мне очень нравятся. Единственное, что эти прекрасные цветы боятся малейшего холода. Правда, я вот пока не засекала, какой холод для них уже, так скажем, губителен. У нас ночью передают плюс 6, плюс 8. Но очень хочу надеяться, что эта температура не будет фатальной для колиусов. Знаю, что плюс 5 уже для них маловато. Ну, надеюсь, что они сильные. Может быть, плюс 6, плюс 8 они еще выдержат. Если у вас есть свои наблюдения, при каких температурах колиусы уже себя плохо чувствуют, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну что, друзья, я 25 числа, 25 августа, своим любимым способом, одним из любимых способов, поставила череночки на укоренение. Поставила в воду. Я укореняю вот так вот их, как я называю, на поплавочки. И вот смотрите, какие классные корешки. Здесь они уже колиусы, все колиусы уже впустили корешочки. Вот такие хорошие корешки. Буквально на пятые сутки уже начали появляться маленькие корешки. Вот такая фаза, самая лучшая для того, чтобы пересаживать вот эти черенки в грунт. Они тогда хорошо приживаются. Ну, можно даже поменьше. Можно было это сделать вчера, но как-то не хватило времени. А вот больше уже, ну, конечно, они примутся. Ну, немножко может быть подольше. И вот получается очень удобно. Здесь же у меня черенки плющенистной пеларгонии, но они, видите, еще без корешков. Им нужно больше времени. Комары кусаются. Я на улице. Вот. А вот эти как раз можно укоренять. Причем, вот мне говорят, что маленькие отверстия я здесь делаю. Я здесь просто сейчас обрежу, сделаю вырезку и свободно достану черенок. Сейчас вам это покажу. Вырежу, а потом покажу, потому что так будет неудобно. Вот так я аккуратненько вырезала пенопласт. И теперь легонько, ну, одной рукой это сделать сложно. Сейчас повторюсь. И вот так теперь аккуратненько достаю вот этот черенок. Как видите, корешки не повредились и спокойненько можно теперь пересаживать. Теперь вот эти нижние листочки я еще удалю, чтобы просто поглубже в землю поместить этот черенок. Я беру грунт, желательно легкий, добавила сюда гидрогель и добавила сюда кофейную триходерму. Она у меня есть нарощенная, если интересно будет, ссылочку я оставлю на видео. Вот так вот буду сюда укладывать черенок. Естественно, им вдавливать землю я не буду. Потом просто земли на корешки насыпаю, ну, чтобы не поломать корешочки. Если я укореняю, а я часто укореняю колиусы сразу в грунт, ну, наверное, сразу в грунт немножко быстрее, не надо заниматься сначала укоренять в воде, а потом пересаживать, то я тогда, вот такой у меня небольшой черенок, это ампельный колиус, просто прямо вот этим череночком, грунт очень легкий, ствол не повредится, и вот так сюда в грунт вставляю черенок. Я после этого поливаю домашней хлорелой. Они очень хорошо укореняются. Наверное, в грунте будет на 1-2 позже видно корешочки, ну, потому что они пробиваются через, как раз таки, через слой почвы, чтобы их увидеть, эти корешки. Кстати, колиусы, если вот такие свежесрезанные, я не накрываю, не делаю тепличку. Но если колиусы пришли ко мне по почте, так я делала весной, то тогда я их укореняю в грунт и накрываю еще одним стаканчиком, или делаю тепличку, ну, чтобы они отошли, так скажем, от пересылки. Да, и еще перед этим я их ставлю в водичку, чтобы они вернули себе тургор, а уже потом укореняю в грунт. Можно укоренять, колиусы прекрасно укореняются и в воде, как вы видели, и сразу в грунте. Какие же надоедливые у нас сегодня комары, хотя они уже пару дней такие вредные. Вот, друзья, то есть вот таким образом. Смотрите, здесь поплавочек, еще места свободные остаются, можно опять же сюда рядышком делать дырочки и укоренять новые черенки в воду. Можно тоже так делать. Еще такой момент. Я решила в этом году попробовать посадить в один, ну, пока стаканчик укоренить, два разных сорта. Это у меня черный дракон и пеле. Они одинаковые по силе роста. Я надеюсь, что получится такой интересный куст, который можно выращивать смело и дома. Ну, пока я их поставила недавно на укоренение. Это было 30 августа. Смотрите, они стоят у меня без накрытия, без теплички и очень такой, в таком хорошем состоянии. Листочки не повявшие, но, как вы видите, у меня очень маленькие, ну, череночки маленькие. И я, как правило, люблю укоренять, и чаще всего укореняю, небольшими черенками. Ну, чтобы листиков было поменьше, чтобы черенкам было попроще. Но сегодня, пока у меня мои букеты стоят в воде, нарастают на них вот такие корешки. Это сорт каракас, мне он очень нравится. Он очень яркий, красивый. И вот смотрите, вот здесь вот у меня ствол такой большеватый. Я такими, как правило, не укореняю. Все-таки отсюда вам можно... Простите, комары просто заедают. Вот. Отсюда вам можно взять и два черенка. Ну, а если сильно хочется, то и на три можно разделить. Вот. Но, тем не менее, я укореню вот таким большим. Все-таки из такого черенка быстрее. По идее, должен получиться красивый куст, чем из такого маленького. Вот. Поэтому я укореню в этот раз вот таким большим черешком. Возьму стаканчик побольше. И удалю вот эти два листа. Вот эти два листа удалю. Остальные удалять не буду. Попробую такой способ. Возможно, здесь понадобится тепличка. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какими черенками вы укореняете, как правило, и что получится из моего эксперимента. Поэтому это вот такой эксперимент. Дальше. Еще один момент. Я вам показывала, что укореняю еще вот здесь в этой плошке плющилистную пеларгонию. Но сегодня я тоже поставлю на укоренение вот такой срез уже прямо в грунт. Посмотрю. Ну, я укореняла тоже и так, и так. Они, в принципе, укореняются обоими способами. Поэтому может быть и такой вариант. А, и еще одна идея, которую я вам хотела рассказать. Вот. Хочу попробовать, еще поэкспериментировать. Посадить в один стаканчик вот такой сорт пеле. И рядышком с ним в один и тот же стаканчик сорт обсидиан. Это ампельный сорт. Он мне нравится тем, что он такой ампельный, как бы вьющийся по земле. Очень сильно тянется по земле, заполоняет всю землю, пространство. То есть есть ампельные, они сначала вверх поднимаются, а потом расползаются. А этот вот просто ползет по земле. Ну, вот такая мне идея пришла. Если они в одном кашпо будут, мне кажется, будет довольно красиво смотреться. Но я, правда, пока не знаю, что получится. Потому что, ну, сила роста у них, конечно, будет разная. Может быть, из моей идеи ничего не получится. Но, тем не менее, раз она ко мне пришла, значит, нужно попробовать и реализовать. Я так считаю. Вот, друзья, вот такими способами я укореняю черенки колеусов. К счастью, колеусы вообще укореняются очень легко и быстро. Это, наверное, такая небольшая компенсация за то, что они боятся холодов, чтобы их укоренять. Я уже рассказывала, что я собираю букеты, и в этих букетах очень хорошо нарастают корешки. Потом можно укоренять. Вот, друзья, ну, пожалуй, это то, что я вам хотела рассказать, чем хотела поделиться. Если что-то из этого было для вас интересно, поставьте мне, пожалуйста, единичку. И поставьте единичку, если вы впервые на моем канале вообще узнали, что есть такие цветы колеуса. Я знаю, что они не сильно популярны на данный момент пока еще. Хотя с каждым днем они становятся все более и более популярными. Миколеусы – это цветы не только для сада, но и для подоконника тоже. В комнатных условиях они растут очень хорошо и очень классно. Возможно, что-то забыла. Если забыла, расскажу в новом видео. Ну, а на сегодня, друзья, все. Ах, да, после укоренения желательно поставить не на свету, но не под прямые солнечные лучи. У меня есть светелочка, подсветка небольшая. Я ставлю туда. Там они очень хорошо укореняются. Все, друзья, на сегодня все. Спасибо за внимание. Буду рада, если было интересно. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok